Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим про антитренды осени. Я сделала подборку вещей, которые я вам не рекомендую к покупке в следующем сезоне, осеннем. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и поехали. Не забывайте о том, что вы можете записаться ко мне на разбор гардероба, на шоппинг-сопровождение, как оффлайн, так и онлайн. Поэтому пишите в директ, если вам это интересно, и давайте начнем. Итак, первый лот на сегодня — это вот такое вот интересное пальто. Что? Казалось бы, классическое пальто. Черное. Все с ним в порядке. Вроде бы базовое, и стоит купить его на осень, но что с ним не так? Во-первых, у этого пальто недостаточно объема. Оно очень узкое, под него вы не сможете надеть какие-то еще слои жакет, твиттер, водолазку с жилеткой или что-то такое. То есть пальто очень узкое и подходит только для того, чтобы носить его максимум с какой-то легкой рубашкой. Пальто должно иметь достаточно объема для того, чтобы он был актуальным на сегодняшний день. У него очень странная длина до середины колена. То есть это не укороченное пальто, как удлиненный жакет, и это не пальто длины миди. Это пальто длины, которое будет резать ваш силуэт прямо по коленкам. И, как видите, здесь пальто надето с белыми джинсами, что создает такой еще контраст как раз в том месте, где оно заканчивается. Соответственно, оно не то и не сё. То есть длина у него и не укороченного пальто, и не удлиненного пальто. Что-то среднее, что сложно будет сочетать, например, с юбками разной длины, с платьями и так далее. Поэтому тоже не рекомендовала бы вот пальто такой длины. Берите либо длиннее, либо еще короче, чтобы пальто было как удлиненный жакет. То есть слегка прикрывало вашу попу, проходило где-то по середине линии бедер. Вот тогда это будет хорошая длина для укороченного пальто. Следующая у нас вот такая вот джинсовка для ранней осени тоже, возможно, кто-то будет брать. У нее актуальный крой, силуэт. Она оверсайз, она объемная, все в порядке в плане кроя и силуэта. Но я хочу поговорить здесь про принт. Получается так, что у вас идет переход от светлого к темному. Было бы намного лучше, если бы переход был от темного к светлому. Тогда у вас бы плавно вниз переходило светлое. И получалось бы, что у вас силуэт ничем не разделяется по середине. Здесь же мы получаем просто темное пятно посредине, что режет фигуру визуально. Потому что когда вы смотрите на человека, воспринимаете его образ в целом. И получается так, что вот эта вот линия внизу, она просто режет силуэт. А вверху ничего как будто бы не видно, ничего как будто бы нет. Поэтому вот такие вот градиенты я рекомендую брать с переходами от темного к светлому вниз. Тогда это не будет резать силуэт. Конкретно в этом случае слишком контрастный переход, поэтому он так опасен. Тоже не рекомендую. Идем дальше. У нас вот такой вот тренч. Я думаю, что вы сейчас уже все понимаете, что я хочу сказать. Потому что мы с вами уже натренировались. И мы говорили только что про пальто. Опять же, недостаточно здесь объема. У тренча он очень куцый, очень узкий. Хочется вот добавить ему воздуха, чтобы можно было надеть вниз еще какие-то слои. Плюс опять же длина. Очень странная до середины колена. Если мы берем тренч, он должен быть длинным, ниже колена. Либо совсем коротким, как удлиненный жакет. То же самое можно сказать про пальто. Потому что такие вещи, вот такой странной, средней длины, будет сложно сочетать с разными видами платьев и юбок. Вот и все, почему я тоже не рекомендую такую длину тренча. Далее у нас идет жилетка. Я думаю, что вы уже наслышаны о том, что такие дутые жилеты, они актуальны. Они были в прошлом году актуальны. Зимой, осенью, сейчас тоже не исключение следующий сезон. Они все еще остаются актуальными. И все, конечно же, начнут покупать себе дутые жилеты, чтобы создавать многослойность. Это удобно, комфортно. Особенно там для людей, которые активный образ жизни ведут, для мамочек с детьми гулять. В общем, что я хочу сказать про этот жилет. Это не тот дутый жилет, который стоит выбирать. Почему? Потому что, опять же, он недостаточно объемный. У него слишком, слишком узкая маленькая вот эта вот строчка. То есть, вот эти вот все отделения дутые, они слишком маленькие, что создает такой эффект уже устаревшей вещи, потому что это похоже на какую-то, там, не знаю, горнолыжную курточку или что-то в таком духе. Если говорить про дутые жилеты, то я вам рекомендую брать варианты примерно вот такие. Достаточно пухленькие, объемные, чтобы было достаточно воздуха между жилетом и вашим телом. Чтобы можно было пододеть худи, свитер и так далее. Вот этот жилет абсолютно не актуальный по всем параметрам. Идем дальше. Косуха. Атрибут осеннего гардероба. Незаменимый, базовый, под все подходит. Давайте посмотрим на эту косуху, что мы здесь видим и какое предположение можно вынести, что же здесь не так с этой косухой. Все очень просто на самом деле. Вопрос решается за три секунды. Здесь мы видим вот такие вот заклепочки, как шипы. Вот это похоже на шипы издалека. Это было актуально в 2010-2011 году. Всякие ботинки с шипами, рюкзаки с шипами, косухи с шипами. Сейчас же косуху стоит брать без каких-либо дополнительных элементов. Тем более вот таких, которые отсылают нас на 10 лет назад. Шипы, клепки. Такие, знаете, атрибуты такого рок-гранжа на сегодняшний день. На таких вещах в базовом гардеробе я считаю не совсем уместны. Поэтому тоже, если брать косуху, то можно взять точно такую же. Она вполне адекватная по объему, по оверсайзу, по силуэту, но без вот этих вот клепочек на каждом ее сантиметре. Трикотажные костюмы. Тоже на сегодняшний день один из трендов. Облегающий трикотажный костюм. Все облегающее. То есть здесь силуэт получается вот полностью в облипку. И юбка, и джемпер. Плюс на джемпере, как вы видите, есть какие-то такие типа бантики. Романтичные, оригинальные бантики. Без них намного бы лучше смотрелся этот костюм. Почему не рекомендую? Из-за силуэта именно. Даже не из-за бантиков. Бог с ними, с бантиками. Можно как-то застилизовать, что-то придумать и так далее. Но силуэт абсолютно не актуальный. Все слишком узкое. Все слишком обтягивающее. И из-за того, что юбка тоже обтягивающая, облегающая, вы не можете вот этот вот джемпер заправить внутрь этой юбки. Потому что все это будет топорщиться, торчать, потому что юбка абсолютно облегающая. Поэтому, если говорить про трикотажные костюмы, в них тоже должен присутствовать объем и воздух между костюмом и вашим телом. Еще один очень интересный лот на сегодня. Я еще впервые в жизни такое вижу. Это, получается, жилет, стеганое пальто, пуховик, что-то странное. Почему странное? Вроде бы, казалось бы, дутые жилеты у нас в тренде, да? Вот подобного плана. Но это жилет длины миди, то есть длины такого нормального добротного пуховика на зиму. И когда спрашивается нам носить настолько теплую вещь без рукавов? Если мы берем жилет дутый короткий, мы его носим прохладной осенью. С худи, с какими-то джоггерами и так далее. То есть тогда, когда еще не слишком холодно, нам не нужно закрывать ноги. Мы комфортно себя в этом чувствуем. Просто слегка что-то накинули, чтобы ветром нам не задувало. Но когда носить такую вещь, я не представляю, потому что она, очевидно, очень теплая. Это прям пуховик на зиму, да? На начало зимы, когда вот только начинается минусовая погода. Но в нем будет холодно, потому что нет рукавов. И спрашивается, зачем нам эта вещь в гардеробе, если она абсолютно не функциональная и не подходит ни под какое время года? Тоже очень-очень странно. Плюс слишком длинно для жилетки. Следующий лот у нас вот такие вот кюлоты. И я думаю, что здесь даже не нужно много комментировать, потому что сразу все видно по фотографии. Вы видите, в какой стилизации нам представили эти кюлоты. И мы видим их вот с такими вот сапогами. Но я, глядя на это фото, вижу просто два контрастных блока. У нас есть вот такой прямоугольник из кюлотов и прямоугольник из сапог внизу. Этот эффект создан именно за счет того, что и сапоги слишком широкие в голенище, и кюлоты слишком широкие. Посмотрите, как портятся ноги. Как будто бы это просто непонятные какие-то столбы. Я не знаю, зачем они надели ей эти ужасные сапоги сюда, потому что определенно к этим кюлотам сюда они не подходят. Они обрезают полностью силуэт, разрезают на две части. Сюда к этим кюлотам подошли, возможно, какие-то светлые длинные сапоги, чтобы вот этого контраста не создавалось. Ну и вообще, в целом, я считаю, что данная модель брюк, она очень опасная, и вы не сможете нормально ее застилизовать, если у вас есть какие-то особенности фигуры, если у вас нестандартная фигура. 100% эта вещь будет вас укорачивать с любой обувью. Поэтому тоже я бы, наверное, вам посоветовала остерегаться. Еще у нас тоже есть вот такой вот вариантик жилетки. Очень сложный силуэт. Если мы видим вещь и понимаем, что это непонятно что, это шаль, это платок, это, не знаю, кардиган, жилетка, то лучше от нее отказаться, потому что когда мы понимаем, что вещь слишком сложная, это значит, что стилизовать ее будет тоже крайне сложно. Посмотрите, что у нас здесь. У нас очень тонкий трикотаж, который растянется. Вещи из тонкого такого трикотажа мы вообще никогда не берем, потому что выглядит это максимально дешево и плохо после первой же стирки. Здесь у нас есть такой элементик, типа поясочек, абсолютно здесь ненужный. Здесь асимметричный крой. И, как видите, я называю детали, и мы все больше и больше усложняем эту жилетку. Хотя она могла бы быть из плотного, толстого, такого добротного трикотажа, даже такой длины, без вот этих всех дополнительных асимметричных кроев, без вот этой вот детальки посредине. И выглядело бы это вполне неплохо, базово. Ну, скучно, возможно, но можно было бы как-то интересно застилизовать. Эта же жилетка, она портит любой образ, потому что, опять же, выглядит так, как будто бы, ну, вот что-то пытались интересное придумать, еще и разрезики сделали на рукавах у этой жилетки. Но как-то вот не получилось, какой-то вот странный крой вышел, что-то все асимметричное, как-то висит мешком. Я бы вам не советовала. Плюс ко всему из такого тонкого трикотажа. Мой последний лот на сегодня, казалось бы, классическая белая рубашка. Но чего ей не хватает? Ей не хватает правильных рукавов. Рубашка может быть с коротким рукавом, не обязательно она должна быть с рукавом полной длины. Это может быть рукав, как вот у футболки, или вот как вот у меня у платья сейчас, да? Но здесь мы видим, рукав очень куцый. У него не хватает длины определенно. То есть здесь его либо не должно быть, либо он должен быть длиннее. Иначе это все выглядит странно. Плюс ко всему, рукав здесь заканчивается на самой широкой части руки, что утолщает ваши руки визуально, делает их полнее. Недостаточно длинный рукав. Плюс он не вточной, он цельнокроенный. Что, опять же, начнет расширять ваши плечи. И вообще непонятно будет, где ваши плечи начинаются. Тем более, если у вас есть такая проблема, что у вас достаточно покатые плечи, вам нужно как-то их обозначить, вот эту вот линию создать вертикальную. Такие рукава противопоказаны. Потому что это будет, соответственно, создавать не тот эффект, который вы хотите. Дальше. Рубашка сама по себе. Очень узкая. Она приталенная. Такие силуэты в рубашках тоже на сегодняшний день не актуальны. Они старомодные. Все это вместе в сочетании с выточками. Вообще просто комбо антитрендовое на сегодняшний день. И, естественно, еще одна деталь. Здесь нет воротничка. Классического воротничка, который должен быть на любой рубашке, чтобы это выглядело действительно стильно. Эта рубашка не проходит наш фейс-контроль абсолютно. Вообще, эта рубашка, кстати, бренда Odji. Я вот сколько вещей я тот же не видела, они все абсолютно не актуальны на сегодняшний день. Поэтому я этот бренд вам не рекомендую на все 100%. Мне кажется, они застряли году в 10-м, когда они были очень популярны. И сих пор они вообще как будто бы не следят за миром, не обновляют свои коллекции. Что для меня очень странно. Потому что сейчас для бренда в современном мире важно следить за трендами и очень быстро успевать их производить. Ну или как минимум, если вы производите базовую одежду, она должна быть актуальной на сегодняшний день, чтобы люди хотели ее добавить в свой гардероб. Odji вообще просто выносит мне мозг. В общем-то на этом все. Это была такая моя небольшая подборка антитрендов осени. У нас еще будут антитренды обуви на осень, аксессуаров и всего прочего. Поэтому, если вы не хотите пропустить эти видео, подписывайтесь на канал. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.